всем привет всем привет с вами шмагов на канале уж мы сегодня поиграем в новую игру под названием rebel cops это собственно говоря это собственно говоря пошаговая стратегия как я понимаю с видом видом сверху 31 октября 1994 года грабление банка церальное отделение банка азам и санс ворвалось десяток вооруженных грабителей потребовали привести их франилищ но кажется их цель не просто унести с собой как можно больше денег а наглядно показать что может случиться с бизнесом тех по слишком упрям владелец банка дани разом единственный крупный предпринимателя который а как отказал сотрудничать с виктором зуевым загадочным криминальным боссом за считанные месяца захватившись захватившим весь рептон зубы добился единалой личной власти в городе он контролирует не только бизнесменов но и местных чиновников и даже департамент шерифа заму не стоит рассчитывать что прикормленным зубом полиция примчиться спасать его банк счастью мы не совсем полиция да здесь это копы но копы которые не берут взятки и не под какой мафии не не находится пошаговая стратегия с видом сверху собственно говоря это если кто играл в икс ком ну то есть очень похоже на это да прям чай камеру используйте им понял то есть это это пока обучающий да будет это будет обучающий обмен подожди а почему ты не можешь открыть окно а нужно просто взять сюда попасть в кнопку короче понял не очень не очень просто было сразу понятно что там а подожди а почему ты а все присели окей то есть они нас не видят то есть в принципе я могу в открытом окне об вопросик оглушить дубинкой об она нам на и кажите преступнику замереть руки вверх спрячись за стеллажом а то есть ага я понял то есть у них они могут даже если он оглушенный то два входа у него есть понял да вы лежать скотина тварь а еще приступники еще есть я не знал я думал уже все напареньки должны присматривать друг за другом если коп направился туда где его замените приступники то другой коп предупредит его об опасном но если находится неподалеку так что ваши бойцы он стоит по возможности держаться вместе коп может предупредить напареньков опасность только один раз заход иконка рации на портрете означает что этот коп еще не потребовал способность предупредить одного из своих товарищей об опасности иконка глаза под ногами коп означает что куда замарков присматривает понял так подожди стоять открыть дверь говорю открыть так что же тупырь будет делать непонятно пока да нет подожди а я не могу я понял понятно он четыре раза оглушен понял очень на четыре хода типа так арестуем и там еще двое там еще двое преступников осталось которые можно значится а еще есть какие-то документы типа до записочка прочитаем робби сил моих больше нет эта сраная дверь все никак не поддастся я позвонил слесарю в третий раз он снова обещал приехать но конечно так и не приехал кажется поставок босса отшил тех мудаков взрыва мы стали изгоями или что-то типа того к нам даже пиццу не хоть не хотят доставлять мой дядя рад дал мне какую-то отмычку говорит валялась гаража еще со времен его бурно-буроской молодости но я хер знает как ей пользоваться попробуй ты вдруг получится так и мы можем в принципе подожди так а я могу от от вопрос у того да а ну да вот сейчас я отмычку типа сделаю опа на смысле а чё за прикол то алё а нахер я открывал то если блин ну ладно так он не попал еще раз не попал так восьмой ход а он может восстановиться до выстрелить в преступника что он в голову ну ладно в этот раз вам повезло рассчитывайте что ваш коп всегда будет бить точно в цель следите за шкалой точностью и взвешивайте ваши риски ну я понял да так что все приступы где затаили шар ленщины скорее всего у них есть заложники а я граниного могу поднять наверно да а большая аптечка есть все понял тут еще то есть есть некоторые эти самые подойдите к заложнику музыка прикольная такая пасти заложника такая старенькая восемьдесятых что ли наверное так подойдите к столу записочку прочитаем еще одну сидни слухи оказались правдой с тех пор как у нас он накрылся кондиционер они сидят у себя в кабинете без рубашки когда клиентов нет может попытаться застать его врасплох код от кабинета 111 но только не говори ему что я код выболтал удачу есть код от кабинета 111 хорошо от преступников тут меня мало волнует пока так подожди сейчас я без без подсказок играю а просто типа так здесь никого нет я могу сделать конец хода по идее да вот 11 я мы буду возьмем во-первых вот сюда так два заложника два преступника ли вид олдрайс этот раз не может ничего сделать пока так конец хода а смысле а почему они увидят то он же за стенкой нет да попали типа разок так ну ладно подожди так в одного я попал а во второго я не могу так давай тогда вот так сделаем так и третий сюда ромка днем а ну а в смысле громкой ну ладно конец хода хорошо так не попал второй раз не попал отлично лошара а стоп нельзя можно поменять подожди а ну все да тогда теперь ты а почему я не могу а почему я не могу валю а почему я не могу валю что за бред-то алло а все, а почему тот ты не мог, я не понимаю потому что он типа был, ну ладно, хорошо, продолжить так, вторая миссия типа сейчас будет, да про Виктора Зуева известно не так уж много говорят, он жил в СССР и после развала страны некоторое время занимался ракетом он перешел дорогу кому-то и как бы вынужден был бежать это все не более чем слухи, но кое-что мы знаем наверняка у него удивительный талант убеждать и запугивать политики судей копы, преступники, священники, даже врачи вся элита Риптона склонила перед ним голову не казав ни малейшего сопротивления при этом Зуев предпочитает вести дела через помощников и доверенных лиц никто не знает наверняка, ни как он выглядит, ни где он живет добраться за Зуева будет непросто но лишь не одев на него наручки может спасти Риптон мы всего лишь небольшой отряд копов-бунтарей, которые отказались служить преступной власти демонстративно уволились из департамента и ушли в подполье вместо полицейского участка гнилая хижина в лесу вместо патрульных машин старый фургон для развозки фириколы вместо обеда в столовой сушеные яблоки вместо набитой припасами оружейные ржавые револьверы и горсть патронов но мы продолжаем гордо носить форму может мы теперь и вне законно мы единственные, кто его защищает поскольку с припасами у постанцев обычно все грустно перед каждой миссией стоит навещать торговца борьба с криминальными империями затратное занятие поэтому жители Риптон скинулись вам на стартовый капитал эти деньги помогут вам протянуть первое время но помните, эти скромные суммы – единственное забережение этих несчастных людей поэтому они рассчитывают, что вы расплатитесь с ними при первой возможности Народная слава показывает, как к вам относятся жители но это понятно так а у меня сколько? у меня 1200 в смысле такая-то как вообще а что я могу купить? подожди, назад вчера люди Виктора Зуева пришли ко мне домой и сказали, что им нужны мои услуги я, конечно, ответил, что на больничном, но они выволкли меня из дома и очень понятно объяснили, что я нужен самому главному боссу мол, Зуев давно мечтал научиться стрелять из снайперской винтовки и слышал, что я лучший в городе в этом деле не знаю, как и чем я буду стрелять после того, как эти долбоебы попрыгали у меня по пальцам но это вам точно скажу, я ухожу из-под поля, у меня семья а если Зуев узнает, что я сражаюсь против него, то наверняка захочешь отыграться на ней да и давайте будем честны шансов победить у нас все равно нет, а моим детям нужно что-то есть то есть мы без снайпера еще остались, да? а как посмотреть, что у меня вообще есть? а я могу что-то продать, я могу продать револьверы патрон для дробевика, у меня есть дроба дроба что ли? рыбошата у меня нету, а мне еще нужны обоему для пистолета две обои мы только так, давай еще продадим вот это вот 45 всего мало 60, а я могу купить? не могу, хорошо так, тогда назад, погнали сюда на поезде, который будет проходить через Рептонскую железнодорожную станцию едет Доминик Идова, начальник охраны, бизнесмена Закари Гинсбурга раньше Гинсбург контролировал весь Рептон но с появления в городе Виктора Зуева отошел в тень чтобы узнать что-то о новом криминальном лидере стоит сначала, так сказать, Закари Гинсбурга а кому знать о его местоположении как не начальнику личной охраны кажется, Казимир Швец не только меткий стрелок но и ловкий воришка покидая нашу базу, он обчистил один из ящиков с экипировкой теперь вести войну с армией Зуевой будет еще сложнее Суть подпольной борьбы тихая операция и массовые побоищ поэтому вы можете взять с собой на миссию не больше шестяков чтобы решить, я понял Булка Инвентарь у булки Элэрдайз пушка Ливит Памень миссии Памень миссии Памень миссии Памень миссии на большинство уровня также предложу ее взять дополнительные задания так называемые контракты это просьба от жителей иногда пусиковые, иногда сложные и опасные игровой автомат Хорошо, давай Вернем Погнали Погнали Но если провалимся, значит провалимся Ничего страшного в этом не будет Ходов осталось 16 В зоне эвакуации нужно доставлять крупные ценности раненых копов или арестованных приемов или если того требуют условия миссии По умолчанию вы можете сохранить игру всего три раза займись если большее сохранение можно получить согласившись на полноценный задание Цифра рядом, да иди нах Ваши копы могут действовать в любом порядке в котором вам захочется Хорошо Понял Ваши копы Продолжение следует... я не знаю ну попробуем так сделать может быть получится может быть не получится ах ты собака тварь пока приступим к ним вид копа в груди даже не ваня приступим к мангу видит какое перемещается за культие укрытие язык и или за мисков здесь найдут с неукрутой стороны не понял так значится значится что значится нам нужно вот ты right away так башка получат очки опыта за практически любые успешные детства арест преступников специально за удача быстро взломаны окна и двери лечение коллег и многое другое стоять то есть тот чувак видит нас да ох ты ж собака тварь правильный с неприятно неприятно и Для совершения некоторых действенных прибросках гранаты при зарядке или обмена пленда с намбарником нужно нажать на выбранного копа. Сейчас, подожди, мы должны произвести арест. А из того приступа вы получаете очки бунтаря, специальную валюту, которую можно тратить в командном центре. Не потраченные очки бунтаря переходят на следующую миссию, перейдя в командный центр, чтобы увидеть доступные вам действия. Ага. Ох ты ж собака, тварь. И там есть даже, да, эти упыри. Так, ладно. Так, бунтаря. Че ты сделал? Так. А кто у меня ливит остался? Но его видят. И бун. Да, его тоже, в принципе. Его, наверное, заметят, да, или нет? Ну, давай попробуем. Блин, ну, че-то как-то сложновато пока, да, мы все делаем. Ну, это в ту сторону, забей на него. Так, мне нужно вот этот аварист. Вы можете в любом виде цели контракт, текущий месяц, удерживая shift. Так, либо он, да? Подожди, идти. Как он меня увидит, если он сзади? Так, а в смысле? Я не могу с ними ничего сделать? Почему? Че за бред? Я не могу сзади, я не могу сзади. Какого хера-то ты сразу увидел меня? Не, я не очень просто понял, как вот здесь работает. Я подбежал к нему, вот к тому же я тоже подбежал, и че? Ну, типа, камон. Короче, ну ладно. А можно заново начать или нет? А перезапустить можно, да? Хорошо. Не, ну это бред. Да, ну, то есть, ну, смысла нет дальше продолжать, потому что, ну... Раскрыли... Раскрылись как бы по полной, поэтому нахер это надо. Так. Значится... Значится разок. Эллар дайс за ним. Кун. Абун там кого-то видел, вот так, по-моему, да? Нет, никого не видел. А мне нужно, потому что вот сюда забраться, да. Ага. Так, и мы вдвоем уходим в эту сторону, одного этого вяжем как-нибудь. Ну, то есть, получается, мне нужно еще, чтобы как бы у меня ходов до хера осталось, правильно? Да, мы еще одного копа, ой, копа. Ну, охранника замечаем, ауэр дайс... Да, идет. Я не знаю, значит, нужно собирать эти джемы или не нужно, но... Нет, ты можешь как бы вот так, ну... Ну, давай так, что ли, пройдем, или, может быть... Я не знаю, что ли, пройдем. 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 Это может быть полезным. Какое-то вино. Без понятия, что это значит. так и но там помнишь там внутри здания просвечиваются эти поэтому нам пока подожди нам пока подожди этот меня увидит тогда сейчас сюда элэр дайс элэр дайс наверно вот сюда так бун чё ты ну чё это за бред ну ребят ну чё это за бред а где конец смысле чё это за алё нету типа конца хода до этого конца хода прикольно чё я могу сказать опа ста ямбо да нет перезапустить но потому что ну реально ребят ну как можно играть в игру которая не дает обратно ход сделать ну то есть чё за бред я не тыкнул я не попал просто в этот ссаный джем чё это за бред блин ну нельзя так делать игры пошаговые где ты блин ты просто не тыкнул не открыть джем блять а он зашел за него ну чё это за хрень реально ну это блин ну это бредятина пошаговая стратегия с невозможностью перри переделать ход что за бред 15 ходов значится мы вот сюда идем блин ну реально давай быстрее это делай чего я могу переключаться но он ходит и чего зачем нет на это смотреть так лейтенант булка быстро а это она такая старая уже старушенцы да вы там сидите пока кстати пока рецепта никакого я не понял как как точно нужно все делать скорее всего есть умельцы и есть чего и конечно смысле почему упал я ничего не понимаю не все ребят я да это самое если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был шмэга всем счастливо всем пока это была игра как была игра что-то rebel cops или что такое всем пока на ana Продолжение следует...